Достояние губернии, теперь право носить это почетное звание, получили еще 12 предприятий Самарской области. Буквально несколько часов назад в Театре оперы и балета подвели итоги второго конкурса «Достояние губернии». За престижную премию боролись 192 компании региона, но только лучшие удостоились чести считаться визитной карточкой Самарской области в своих отраслях. О победителях, экспертном совете, конкурсе и о том, как стать достоянием губернии, наш следующий материал. Их было почти 200. В финал прошли 36. 12 признаны лучшими. Жесткая конкуренция, не менее жесткий отбор. Название конкурса «Достояние губернии» говорит само за себя. Здесь случайных компаний быть не может. Поэтому в экспертном совете признаны профессионалы, тончайшие мастера своего дела, глубокие теоретики и авторитетные практики представленных направлений. Это сотрудники профильных министерств, члены общественной и торгово-промышленной палат региона. Учитывая вот такой ажиотаж определенный вокруг этого, я думаю, что это хорошее мероприятие, которое мы в свое время, вот, общественная палата, стелерадио-компания «Губерния» затеяли. Мне кажется, что мы способствуем продвижению наших бизнесменов, предпринимателей. Как говорят, без рекламы нет прогресса. Организаторами конкурса выступили ТРК «Губерния» и общественная палата, партнером ПАО «Промсвязьбанк». Поддержку оказало правительство Самарской области. Особый статус события подчеркивает и внимание главы региона Дмитрий Азаров. В своем обращении подчеркнул, конкурс «Достояние губернии» уже успел стать заметным явлением в экономической и социальной сферах Самарской области. На мой взгляд, каждый участник конкурса уже победитель. Ведь вы все успешны в своей сфере, будь то экономика, производство, сельское хозяйство, наука или медицина. Каждый из вас своим трудом укрепляет нашу губернию. В 2018 году организаторы обновили список номинаций. Теперь средний и малый бизнес может бороться за звание «Достояние губернии» наравне с крупными игроками. И предприниматели отреагировали молниеносно. 38 заявок только в этой категории. Лучшим был признан садовый центр Веры Глуховой. Уже более 10 лет компания – лидер по поставке растений в Приволжском федеральном округе. Это очень почетно, очень ответственно, когда тебе говорят, что ваша компания является «Достоянием губернии». Я считаю, что это самая высокая оценка нашей работы. Работа продолжается, будет продолжаться. И я сегодня счастлива. Бренд региона, безусловно, номинация знаковая. Негласно считается одной из самых престижных. Ведь бренд – это и профессиональная репутация, и подтвержденные годами качества, и узнаваемость. Лучшим среди достойных оказался Самарский булочно-кондитерский комбинат. Он известен на всю страну своей продукции. Предприятие занесено в Книгу рекордов России. В марте 2018 его посетил глава государства Владимир Путин. «Достояние губернии. Наши аплодисменты!» Среди учреждений здравоохранения с государственной долей участия лучшим признана Самарская офтальмологическая больница имени Ярошевского. Одна из самых оснащенных клиник в стране. Частные медучреждения на конкурсе представили 13 компаний. Победу эксперты присудили Самарскому диагностическому центру. «Достояние губернии – это повышение имиджа нашей губернии, это повышение имиджа самого предприятия. Но, в конце концов, это победа, это победа для того, чтобы решать все задачи, которые поставил губернатор». В номинации «Предпринимательство. Крупный бизнес» победителем стало акционерное общество «АКОМ» – основной российский экспортер стартерных аккумуляторов. Номинацию «Наука и образование» в этом году тоже поделили на два направления – для учреждений высшего и среднего среднеспециального. В первой категории победа досталась Самарскому политеху, во второй – Поволжскому государственному колледжу. Лучшим промышленным производством признан Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Звание «Достояние губернии» среди предприятий аграрного сектора теперь будет носить компания «Биатон». В номинации «Торговая марка. Товары народного потребления» среди 17 сильнейших участников победила продукция молочного комбината «Самара-Лакта». А изделия «Самарского гипсового комбината» признаны достоянием губернии в номинации «Товары промышленного назначения». В этом году появилась еще одна новая номинация – «Гостеприимная губерния». Претенденты, творческие коллективы, организаторы фестивалей, гостиницы, рестораны, санатории. Но безоговорочная победа оказалась за волжским хором. Губерния является долгое время нашим партнером и много помогает нам в информационном поле. И поэтому мы очень рады, что мы являемся этим достоянием губернии. Мы очень рады, что у нас есть возможность доказывать это, высокое звание. Практически в каждой номинации победитель от пределок отделял буквально несколько баллов. Я поздравляю победителей и прошу всех, кто сегодня не выиграет, не расстраиваться, а участвовать в следующих конкурсах. Участвуйте в конкурсе и победа обязательно придет. У конкурса «Достояние губернии» кроме высокого статуса еще одна миссия – прикладная. Продвинуть лучшие самарские компании на региональном и российском рынках. Победители получают право использовать логотип состязания на своей продукции и в рекламных материалах. А это уже знак качества, причем высокого и подтвержденного, для партнеров и потребителей. Анна Ивахина, Сергей Павлов, Алена Власова, Тимур Набиев, Сергей Александров. Новости губернии.